На территории архиерейского подворья села Монастырь Адлерского района Сочи активно ведутся строительные работы. По благословению правящего архиерея владыки Германа, заботами настоятеля мужского монастыря Крестовая пустынь Игумена Льва, при поддержке неравнодушных мирян на историческом месте монашеской обители, разрушенной в богоборческие годы, возводится храм. В день Святого Духа после Божественной Литургии епископ Сочинский и Туапсинский Герман совершил чин закладки нового храма во имя Святой Троицы. На значимом, имеющем особое сакральное значение бытописном событии присутствовали депутат Законодательного собрания Краснодарского края Анна Невзорова, ктитор Павел Невзоров и другие благотворители, трудами которых возводится святыня, а также паломники. Богослужебное песнопение исполнил малый состав мужского архиерейского хора под управлением протодиакона Андрея Филиппова. Владыка совершил освящение воды и елея, окропив святой водой памятную доску, которую затем заложили в основание фундамента в алтарной части нового храма. После чтения особых молитв епископ Герман установил памятную плиту. Владыка полил ее освященным елем и нанес первые мазки бетона. Затем взять мастерки и положить бетон на плиту смогли духовенство, ктиторы и паломники. У каждого участника богослужения останется добрая память о закладке храма. Не так много времени прошло. Недавно только передали всю территорию, и партии, и церкви. И смотрите, сколько сделано. Наверное, все должно делаться во благовременном, то есть в свое время. В свое время. Происходят такие вещи совершенно чудесные, какие-то прям, ну кто-то в мире не стал волшебник, какие-то вещи происходят. На самом деле чудесные. Необычные вещи происходят. Так вот и с этим нашим святым местом. Вначале обрели икону. Она вернулась в монастырь, покрова. Мы храм соорудили домой. Потом появился крест. Не знаю, может он на храме стоял, но вот уже храм строится. И мы этот крест, конечно же, оставим, чтобы... Это как, знаете, такая реликвия того первого монастыря. И помните наши первые литургии? Мы здесь молились на фундаменте, на остатках фундамента. Эти камни тоже здесь лягут, потом под стеклом будут находиться. Вот то место. И здесь стоял храм, поэтому мы его создаем. Конечно, он другой, из другого материала делается. Но сердце человеческое тоже. Оно обречено в любовь, оно обречено в благодарность Богу. Оно обречено в надежду на то, что Господь вот этими трудами, благословительные прочие все дела, которые, конечно же, направлены даже только на Бога. Верим, что совсем скоро этот храм будет освящаться. Будет совершаться великое освящение Трогосского храма. Дай Господь, чтобы вот это святое место сюда собирало людей разных, с разными вопросами, с разными проблемами, чтобы они отсюда уходили окрыленными, радостными и без проблем. Пусть Господь благословляет всех, кто трудится над воссозданием этого прекрасного монастыря, это прекрасном, красивом, Богом-станном месте. И пусть это будет украшением не только нашей Сольчинской земли, но и всего в югах России. Пусть это будет духовным оплотом, оплотом южных рубежей российского нашего государства. Пусть и основатели этого монастыря, отец Маркиан и братья, почившие, конечно, уже давно, пусть они тоже молятся, чтобы наши благие планы и желание, чтобы они исполнились. С праздником! По инициативе Сочинской епархии, при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социального служения Русской Православной Церкви и администрации города-курорта Сочи, в городском собрании состоялся круглый стол, итоги и перспективы реализации проектов «Хватит проигрывать» и ресурсный центр. Круглый стол объединил духовенство представителей Депутатского корпуса Законодательного собрания Краснодарского края и Градского собрания Сочи, администрации и специалистов города-курорта, лидеров общественных организаций, преподавателей вузов, школьных педагогов, лекторов и казачества. Сегодня здесь собрались представители послуги всех этапов жизненного цикла создания инновационных проектов. Название предназначено «Хватит проигрывать» и ресурсный центр. 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 По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, для участия в мероприятии прибыл исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социального служения Русской Православной Церкви протоиерей Михаил Потокин. Братья и сестры, друзья, нам кажется, иногда, что мы решаем какие-то отдельные проблемы в демографии, в нравственной стадии, в госпитании. Поэтому, когда мы будем оформлять в благословение о политике, связанной с воспитанием детей, это не просто какие-то отдельные задачи. Задача действительно наполниет жизнь человека смыслом, в год и церковь. Имеет опыт в 2000-летней истории, и в истории следы, в истории следы только которые связаны с поиском и ценностями и награждением и жизнью человека. Поэтому здесь вот я очень рад, что такой совместный диалог между властью, между депутатом, между собранием и присутствующим здесь что он состоялся. Поэтому давайте вместе конкуриться. Координатор проектного направления протеерей Александр Копырин подвел итоги инициатив «Хватит проигрывать» и «Ресурсный центр», представив участникам круглого стола результаты. Проект «Ресурсный центр» по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей создан для поддержки педагогов, аккумулирования ресурсов, повышения компетенций учителей и добровольцев. За время реализации проекта провели лекцию «Традиционная культура в воспитании детей». Организовали мотивационную встречу для заинтересованных в сотрудничестве педагогов и добровольцев. Провели масштабный семинар с семейным психологом, членом Союза писателей России Ириной Медведевой, в котором поучаствовало более 500 человек. Организовали методический семинар в формировании традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области семьи, брака и культуры взаимоотношений полов. В нем поучаствовало более 50 педагогов, психологов и добровольцев. Ведущим стал Константин Шестаков, кандидат социологических наук. На базе Сочинского государственного университета провели семинар, на котором методическими основами формирования традиционных ценностей у молодежи поделились преподаватели университета. 110 человек получили удостоверение о повышении квалификации государственного образца. В школах и СУЗах города Сочи 11 лекторов провели 865 бесед по формированию традиционных духовно-нравственных ценностей у молодежи, охватив более 20 800 человек. Педагоги и лекторы проекта посетили более 40 учебных заведений, 34 школы, 7 СУЗов и 1 ВУЗ. Проект Ресурсный Центр поддержан Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Владыка Герман вручил педагогам-участникам конкурса практических материалов для проведения занятий с подростками сертификаты, а лекторам благодарственные письма за большой вклад в реализацию проектов по формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках проекта «Хватит проигрывать». Уважаемые господицы, я благодарю вас, на вашем лице, северное коленство, в рамках, тоже, что у нас в последнее время сложилась в самолете работа по сохранению духовности, по воскликанию духовности, по высотопрогоде, по сохранению семьи и детства, потому что на сегодняшний день срабельки, в законодательных странах, в законодательных странах такие традиционные ценности уходят в нашу страну и в план. И поэтому, если раз наш президент произнесла вашу. Мы не будем на них ориентироваться, на гарантируется на традиционные ценности. И поэтому мы и объявляем этот год у нас в семье, для того, чтобы мы теперь внимательно к этому направлению. Особым праздничным образом прошло очередное собрание Общества православных врачей и медработников Сочи. По случаю Дня медицинского работника России после обсуждения профессиональных и духовных вопросов был совершен благодарственный молебен, который возглавил правящий архиерей сочинской епархии епископ Герман. В этот день члены общества приняли присягу православного медицинского работника. В честь праздника преосвященнейший владыка наградил членов и помощников общества за усердную работу архиерейскими грамотами. Преосвященство, дорогой владыка, вы сделали такой праздник для медицинских работников, а особенно для православных медицинских работников и врачей нашего города, нашей епархии. Вы с особым чувством, владыка, наверняка молились за этим молебным пением, с особым чувством слышали слова клятвы, присяги, которые уносили наши доктора и врачи и медицинские работники, поскольку для вашей семьи и для вас тоже сегодня праздник. Вы родились в семье врача. Всех благодарю. Конечно, духовник отец Андрей, священник, который тоже имеет медицинское образование, бывшее медицинское образование, доктор. Заботитесь о том, чтобы у нас работа продолжалась необходимая и возможная, и чтобы мы действительно могли что-то сделать. Ваши молитвы, ваше благосостояние, мы глубоко благодарим вас за это внимание. На память о совместной молитве чуткое внимание и поддержку усилий православных медиков духовник общества протеерей Андрей Лейко преподнес в дар владыке редкое издание проповедей и трудов святителя Луки, архиепископа Крымского. Дорогие братья и сестры, наступил Петров пост. Петров пост посвящен подвигу апостолов, известен с 3 века, в частности, Ипполит Римский говорит о том, что в 3 веке был этот пост. В 9 веке также Анастасий Синаид говорит слово о трех-четыридесятницах, что вот этот пост, он длился до праздника «Успения». Со временем он был сокращен, что касается самого поста. Пост – это прежде всего воздержание. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, как птица не может лететь с одним крылом, точно так же и в духовной жизни должно быть таких вот два крыла. Это молитва и пост. Но опять-таки, чтобы поститься, нужно знать, что такое пост. Некоторые делают гастрономический акцент, говорят о том, что пост – это воздержание прежде всего в пище и о пище. Приходится объяснять рассказы, что пост – это не диета, не голодание. Самое главное – в пост не есть своих родных, близких, то есть тех, кто нас окружает, коллег по работе, начальникам своих подчиненных и наоборот, подчиненным не досаждать начальству. Но даже есть вот такое выражение шуточное, говорят, что что толку, что ты в пост не ешь мясо, а ближнего своего съедаешь. То есть это уже не пост, это уже, ну, как говорят, святые отцы лицемерят. И как дополнение, пост – это в том числе и о пище, как вот говорят некоторые священники, и святые отцы. В частности, Иоанн Лесвичник, как он говорит, «О любезнейшем и лукавом владыке чреве». То есть он говорит, во-первых, о том, что бывает у тех, кто не воздерживает чрева, он в красках все это описывает, но что человек впадает и в блуд, и в разные, как говорится, страсти, соблазны, не сдерживать чрева. И наоборот, говорит, о пользе воздержания чрева. Петров пост, он не строгий. В отличие от Великого поста, разрешается, дозволяется и рыба, и масло дозволяется. И опять-таки каждый постится в свою меру, в меру своих возможностей, физических, как говорится, особенностей. Если люди болеют различными болезнями, этим людям допускается попросить благословения, употреблять и непостную пищу. Самое главное – воздержаться от злобы. То же самое. А вот Дорофей, у него есть слово о посте, он как раз говорит, что самое главное – это ум воздерживать от дурных мыслей, ноги от хождения в какие-то не совсем хорошие места, руки воздерживать от кражи, от всякой тоже скверной нечистоты, воздерживать язык свой. Ну и как дополнение, как уже сказали, поститься и в пище. Каждый в свою меру, каждый по своим способностям. Спаси Господи!